лох 500 я знаю что ты любишь пересматривать свои старые записи так вот специально для тебя все остальные помянем до шутку ссылка попробуем спасибо это стоит 300 рублей добрый вечер вы смотрите маргинальные review со всеми вытекающими так что если вам что-то не нравится тут можете идти нахуй потому что в общем-то вас никто сюда за уши не тянул так что поняли начнем с кирки горы и там посмотрим как попрет подготовил несколько несколько но кстати тот старый обзор это ёбаный стыд картинок чтобы лучше чтобы повысить усвояемость философии чтобы там все пошло хорошо короче значит начинаем экзистенциализм отцом экзистенциальной философии считать серена киркегора ненормально так и виде включить на имя сирена убью киркигор датский философ первой половины 19 века я принципе про него уже говорил но он в общем-то больше был христианский философ как бы ну понятно что и сенсоризм тогда не было он притечи экзистенциализма принципе вот по большей части он был занят тем что оправдывал христианскую мораль подводить да кстати там возможно плохие слова всякие поэтические аргументы как право как философ он немножко такой ну полная противоположность аналитической философии то есть вы самые сердцевины континент но и аналитических философии тогда не было ли континентальной философии то есть вообще никаких никаких точности нет ничего по сути дела занят тем что спорит с гегелем но и в общем-то конкретно спор с гегелем он отходит мы опять-таки спор с гегелем там спасибо не громко спор с гегелем там выглядит не как спор с гегелем то есть это уже историографическая додумка начинает спорить с психологами тогдашнего времени в общем-то как бы его что блять за хуйню я слушаю какого это года действительно лекция то есть мне кажется что сейчас маргинал лучше соображает и преподносит материал или это что-то недавно но 12 да не знаю кто-то заказал нет я вообще считаю что сейчас излагаемый этот излагаемый маргиналом материала как-то очень ну пока что по крайней мере скудин и сейчас на меня набросятся ты тупая пизда ну это говно из википедии а не можешь связать вас у меня там на экране википедия я блять из нее защиту об этом обзоре в предложении идите блять нахуй по сравнению с этим набором шизофазии возможно смешной и со смешными блять картинками небо и земля абсолютно так что извините уважаемый мой друг я все-таки наверное просмотрю этот фрагмент в ускоренном режиме но он проник же интересно причем ну мне хотелось бы чтобы блять ты вообще не смотрел этот фрагмент по всей видимости за него заплатили вы здесь как вы думали волшебный кролик так значится и естественно каждый следующий выбор опирается на предыдущие выборы то есть это как вы знаете это как ветка диалогов в ролевой игре за эти сейчас популярность как говно люди играют масс-эффект как бы исходит то что первый выбор тоже должен на что-то похоже на видос рок-пиара про традиционную философию операции киркигор не объясняет почему и я ставлю это ему в минус хотя конечно же если бы не элегантно нерелевантно у киркигора чё пиздец начинать я начинал лекцию по экзистенциализму с объяснение вообще этого понятия и смысла страшного слова экзистенция и указание периодики и все это дело наизусть и а тут вообще абсолютно ничего не ясно так что да тупая уродливая пизда смеет критиковать все великих так что наверное совсем меня сейчас закидают говном но не знаю как-то очень странно смотрится мне кажется сейчас моргинал намного увереннее говорит и либо это да там делать не в увереннее если бы намного увереннее говорю ту же самую хую что и там от этого было бы блять не лучше это было бы блять значительно хуже старая лекция либо она может быть сделана в каком-то измененном но это не сознание не знаю но граница давайте послушаем проникше не надо ческие уши как у маржа отличный просто она не знаменит тем что у него и усы как у маржа ну на самом деле он действительно слабинит именно этим то есть тут я готов тут я готов отстаивать свою позицию большинства людей не слабинит именно усами как у маржа который правда у него отросли только когда он ебанулся и в дурдоме уже сидел перестал нормально усы подстригать охуеть философия жизни это философия моржовых усов бог умер потому что не отрастил себе усы ну давай спизданей чуть-чуть смешно лишенича ни хера не знал про киркигора практически они немножко разминулись это ханей жили немножко пример да за разминулись другое значение там даже по русскому языку блять 2 из 10 и бить а про батая он тоже ничего не знал потому что бота еще не родился охуительно не я как-то ебал это в рот на самом деле то есть не знаю честно странные лекции не и не но то что ничи ничего не знал про киркигора справедливости ради это действительно немного да то есть бота и не родился тогда еще а киркигор вполне себе как бы весьма и весьма активен кто не заметила как только возможно смотрите учитывая уровень айкью и познавательные потребности тех кто присутствует на стримах и эфирах мод fm маргинал специально упрощает максимально чтобы люди хотят тогда не было меня не было на мой дух это 2012 примерно то есть я тогда сидел тисака смотрел хотя бы чисто визуально имели представление о каких мыслителях идет речь потому что иначе никак обосновать такое беглое представление я не могу ну теперь я наверное буду любые придирки к подаче материала с моей стороны воспринимать как просто совершенно безосновательные вскрики со стороны фогача заебавшего всех уже прилично и сначала запишите так сами ну изначально так надо было их воспринимать я уверен что вы не сможете сделать в принципе этого можно так все пошло на нахуй так давайте учить полиглот немецкий за 16 часов первый урок ну-ка не погодите я хочу мне интересно что про нитша будет ну не суть насчет про пронитшина не давай полиглот блять давай лучше немецкий давай лучше немецкий блять 16 секунд выучим блять не надо дальше хуйню ставить если вы обнаружите там где-нибудь у них что он прямую критику киркигора пишет и прочее то можете прокомментировать и покритиковать ему это блять этот обзор там написать да попробуйте покритиковать обзор в остальном там критикать конечно нечего пульт непробиваемый блять как как чоу юнфак нотарика если какую-то формальную хуйню не надо тогда просто писать я пошлю вас нахуй просто не будет дискуссий значит вы даже стиле не знаете вы хотя бы ты хотя бы блять школьник возьми учебник стилей нахуй стиле блять выучи на блять и эксперт блять я блять кандидат наук в лингвистике нахуй мне вообще ваше мнение главное что мне говорят о монотонности речи чувственное так вот вот блять я не знаю по моему чек тоже зарядил шарманку и бесконечно повторяется в примерно вот такой же манере как и большая часть людей пытающихся выжить какую-то информацию из своего мозга да то есть они начинают так рекурсивно по ну да но только на этом видео я еще и блять читаю из википедии я из мозга не выуживаю ничего то есть там там совсем все плохо старятся в интонациях а ко мне блять требования просто экстра завышенный нужно быть не просто клоуном нужно еще при этом уметь театрализованно подавать материал любой сложности идите вы нахуй вот точно что нужно подчеркнуть у маргинала это отношение к тому быдлу которая на него пытается выебываться сейчас скажут ты наверное есть то быдло которая на него выебывается нет я просто смотрю каким образом с планирована лекция скорее всего она просто действительно адаптирована под аудиторию недостаточно она и ничего не адаптирована она блять это в 2012 году до того как я вообще мог представить что у меня будет хотя бы 50 человек зрителей стабильных то есть это тот период когда я блять обзор на зеленого слоника делал и на щелкунчик кончаловского я тогда блять обзорщиком хотел быть ну чистка для справки смотрел целыми днями тесака блять нихуя кроме я короче сделал это видео по моему это то видео где савтра называю мавроди сделал по моему там столько же времени на него ушло сколько требуется чтобы его посмотреть оно не отредактировано это коленки записывая хуйня где типа я открываю википедию и зачитываю оттуда блять из заголовка как это хуйню с матом и как все в этом видео еще нет ни под кого не адаптировано это просто дебильное говно разбирающихся в этой теме людей но у маргинала есть отличительная черта он в состоянии вот эту монотонщину в отличие от меня не обладающий сексуальным голосом все же должно быть сексуальная да правда вот у маргинала такой сексуальный голос я не знаю же третье ведро подставляю вот просто не знаю куда девать эту влагу который я схожусь как только слышу эти восхитительные ноты его бесконечно бархатистого баритона такого абсолютно не понимаю какие могут быть ко мне придирки если вы смотрите на это и слушаете это что теперь надо будет просто всех нахуй банить как бы понимание философии не критикуйте вот кто там в каком году я не знаю у кого вы да я разбираю придирки двачеров потому что они уже заебали то есть это в основном монотонщина отсутствие сексуальности а как они себе представляют что надо говорить очень сексуально дабы где станциализм я умывай но это вообще можно вообще наверно одеться какой-то парик светлой розовую футболку и сексуально говорить об экзистанциализм я ой пошли нахуй так ну ладно общем респект маргиналу его заказавшему просмотрите 25 минут довольно сурово ну просто лекция действительно видимо для такой аудитории только начинающие знакомства поэтому надеюсь вы не будете обижаться тем более все равно обо мне пишут что я все подряд композиции скипу и мы скипнем эту так давайте немецкий язык послушаем так еще здесь такого масштаба философии было а причем тут экзистенциализм если блять нитше это вообще абсолютно другое поле и хайдеггер это феноменология вытекает непосредственно но вообще справедливости ради когда экзистенциализм преподается на западе начинаются с притечи этот я блять еще достоевского там не включил а так вообще принято туда еще добавлять какие-нибудь записки из подполья блять средственно и частично коррелируют с определенными понятийными установками того что было заложено в экзистенциализме но по сути абсолютно никак не продолжает или ну не знаю в общем жуть жуть жопу про волон так давайте учить немецкий короче но кстати если бы хотел отмазаться от этого говна я бы сказал что блять ха ха труя я я затроллил блять короче затроллил не блин